И да, снова здравствуйте, братья славяне. И хоть многим это не нравится, но что поделать, вот такое вот у нас приветствие на данном ролике. Если же есть идеи для другого более интересного, то оставляйте их в комментариях. Ну а у нас четвертая серия за Московию. Продолжаем расширять нашу будущую империю и стремиться к созданию русского царства. Если так пойдет, то в этой серии мы с вами сможем прожать решение на сформировать русское царство. В целом-то осталось немножко, и вы увидите великое русское царство у себя на экране. И да, ссылку на плейлист вы найдете сверху справа под воскресательным знаком, либо же в описании. Если не видели прошлой части, то советую ознакомиться. Ну а так, всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее. Как и знаете, нам надо захватить Нижний Новгород и Ярославль. Ярославль я вассалом сделать своим не могу, да и, наверное, не смогу еще очень долгое-долгое время. С Новгородом ситуация такая же, тут вообще о вас лететь и думать нельзя, тут развитие большое. Поэтому надо кинуть Новгород из Союза. Не надо кинуть, как вы понимаете, Ярославль из Союза, но их надо кем-то заменить. Благо, есть страны, на которые можно поменяться, и я сейчас за это дело возьмусь. Но сначала кинем Ярославль, следом мы с вами кинем Нижний и Союз. Вы не поверите с кем? Давайте сделаем. Тимуридом предложить военный Союз. А да, он сразу же зовет войну, в которую я вступаюсь и прожимаю себе, между прочим, бесплатный военный налог. О, как удачно. А он воюет с Ираком, и я сомневаюсь, что он тут не вытащит и бы Казань, и Киев, и Туропин сейчас. Но, Тимура, вы должны побеждать. Разрываемся с Нижним Новгородом. Какой все-таки Ярославль добрый, но он до сих пор помогает мне освобождать территорию. Мне на самом деле грустно его забирать под свой контроль, но что поделать, таково задание. Ну да, это было ожидаемо. Василий, покойся, как говорится, церковь, либо же 043. Нет, давайте церковь. Да, наш идеальный наследник только что того. Там картли воюют против Адыге, Османской империи и Тамиргу. Какой шанс, что я им помогу? Конечно же, никакой, ибо сейчас война на Кавказе мне совершенно не сдалась, уж извиняйте. Хотя Османы здесь, да, уже очень сильны, но пока рановато к ним в гости ходить. Братья сербы, держите тоже военный союз. Я буду постепенно помогать, конечно же, надеяться, что при таком раскладе Османы не нападут. Но тут, как говорится, раз на раз не приходится. Истекли сроки перемирия с Ярославлем и с Нижним Новгородом. Ну что ж, нападаем, вступается Нижний. Можем его призвать как Основного, но тогда Гальцеволынская княжеца еще вступится. Хм, интересное дело, армии у нас не так уж и много на все это дело. Хотя, с другой стороны, мы можем резко поднять и тогда победить. Ну, как говорится, была не была, погнали. Нижний как свою еще сторону призываем. Война, да, минус одна стапка, это неприятно, но не критично. Залетаем сразу же, минус 1000 и все. Да, армию Ярославля убрали. Остается армия Нижнего 14,5 и Галецко-Волынская армия, ну то есть 35 тысяч. Хм, да, не очень гладко. Но мы можем, кстати, поднять стрельцов. В шестнадцать? Вот это силище сейчас, браза, да, гужик из воздуха и 16 стрельцов. Еще и с хорошим командующим. Ой, красота-то какая. Ловим 4000. У нас, да, конечно, боевой дух не до конца восстановился, но это не помешает нам. Откинуть армию. Насады пошли на территорию Литвы и на территорию вассала. Наследники Юрии 244. Ну что ж, неплох, неплох, неплох. Нам бы сейчас, знаешь, крепости оборонить, и можно было бы уже более нагло действовать. Видишь, тут Новгород еще Астрахань подмял. Немало, конечно, там армий. Но пока крепости не пали, я особо далеко не двинусь. Хотя и у меня крепости тоже пока не пали, поэтому не страшно. Можете порадоваться этому делу. Смотрите, весь Нижний почти. Ярославль-то уже подмят. Да, у нас тут Уропинск и Киев страдают, но это не так страшно. Смотрите, расклад сил уже 16 тысяч. Да, Новгороду пришлось распустить часть своей армии, потому что не на что содержать. Перейдем разбираться с противником. Кремль в городе Москва нам требует. Бояре потеряют, зато получим 10 лет всего, навсего, отремонтированный Кремль. А что, как мало-то? Ну, в принципе, я, конечно, не против получить бонусы. Но 22 тысячи рекрутов. Что ж, делаем хитрый способ и нанимаем кучу армий. Смотри, на ИЛ-19 теперь нам потребуется много рекрутов. 287 человек отдали. И все. Возвращаемся к рекрутов. Обратно. Пало Рязань. Ну и все, как вы понимаете. Остается просто добить вот эти вот армии, которые здесь расположились такие уверенные. И думают, что что-то смогут. Астрахань пало. Ну и тут война. Не знаю, влетать не влетай. 3-4-3 хотя давай. Ну что ж, мы делаем. Даже без подкрепа. А с подкрепом, тем более, сейчас разберемся. Отлично. Здесь тоже тысячу откинули с вами. Ох, красота-то какая неописуемая. Восстало 17 тысяч в Туровой Пинске. Но я ничего с ними сделать не могу, к сожалению. Я, в принципе, и не особо-то хочу. Потом разберемся. Так, тут доби... О, отлично. Уничтожили полностью вражескую армию. Ну все, этих армий почти нет. Добиваю, наверное, последнюю армию противника. 3000. Последняя ведь? Ну да, можно сказать последняя. Все. Отлично. Ну что ж, теперь ждем осады. Галича забрать сам не могу. Там, к сожалению, сидит... Да, там сидит. Не поверите, кто. Смотрите-ка, Босния. Ну что ж, вот по такому раскладу мы можем забрать все это Киеву. Естественно, чисто миримся с Галича Волынским княжеством. Можем еще деньжат с него потребовать. Но не так уж и много. Давай. Галича Волынская княжеца. Недавний наш друг. А теперь предатель, скажем так, и противник. Все отошло теперь нашему вассалу Киеву. Для будущего решения, кстати, это очень нужно. Так что не зря забрали. Можете не переживать, не просто так все забрано. А по делу, по нужному. Ну и умирает правитель. Прекрасно. Ай. Ну уж. Что поделать. Теперь у нас королева... О, королева Реген 3-3-4. Ну, это норм. Я не против, знаете. Хорошая женщина. Нижним Новгородом я берусь вот так вот. Во-первых, я забираю важные территории. А во-вторых, я начинаю понемножечку ограничивать его от будущих расширений Крыма здесь. Потому что Крым, смотрите-ка, начинает забирать важные территории. Это еще деньжатки. На скидочку возьмем, чтобы было чем застроиться. Отлично. Нижний теперь полностью переехал в степи. Да, у него все степные территории, мордовская культура. Нормально. Саму центральную область мы забрали под себя. Ну, понятное дело, на национализацию этих территорий идет просто очень много денег. За горой князя удела Нижний Новгород. Ничего себе. Они готовы поднять там 15 полков. Нижний Новгород. Погнали. Остановим это вторжение. Точнее, даже не вторжение. Эту попытку мятежа. Ну, давай. 15 тысяч претендентов. А что за Макарий Воронцов? Макарий Первый Воронцов. Нашим правителем решил стать. Ну, конечно. С минусами, конечно, с дикими. Жесть. Но мы разгромим противника и, наверное, добьем. Все. Не хочу я терять Рюрикевича. Притом, неплохое 24-4, так что оставим. Судный день настал. Слуги сатаны шагают по земле. А нет, это просто не уродцы. Ничего. А, и е, уродцы. Это датчане нас так оскорбить попытались. Не, ну ладно, конечно, я как бы, ну, ок. Оскорбляете. Я, правда, не понял, в чем суть их оскорбления заключается. Ну, ладно. Видимо, очень сверхинтеллектуальное оскорбление нынче пошли, с которым еще надо умудриться разобраться. Новый уровень реформы государства. Идут три варианта. Либо духовенство в администрации, либо дворянство, либо же торговцы. В целом, торговцы для меня самые приятные. Это стоимость советников минус 10. Дворянцы это всего на все стоимость наима генералов. А духовенство это всего на все плюс один админ политик и пять лояльных священников. Давайте возьмем себе скидочку на советников. Это очень хорошая вещь. Отлично. Национализация большая часть территории прошла. Теперь у нас территория Нижнего Новгорода вполне себе спокойненькие. Ну и давайте меримся с последней страной, с которой мы, собственно, войну-то и начинали. 85 монет еще. Ярославль. Теперь наши. Посмотрите-ка. Поле-менее. Уже приятные границы имеем. Осталось все это дело занационализировать. И тогда у нас с вами... А, уже можно даже прожать с Новгорода, Псков и Москва. Завание Новгорода очень много бонусов. Бонусов к базам налогов. Замечательно. И дальше укрепить Россию. Весь регион принадлежит нам. А что нам для этого региона надо? А вы серьезно заставите меня колонизировать вот эти вот... Ну нет, вы же не заставите, нет. Ну посмотрим. Я занационализирую то, что сейчас есть. Но я не очень-то хочу забирать себе эти территории, колонии. Наконец-таки торговля товаром не хам у нас сделана. Изменения почти же за год. Плюс 0,5. Как вы помните, мы недавно бросили союзника на Кавказе, но теперь тут есть Черкесия, которая в союзе с Османами, а теперь еще и в союзе с нами. Угу. Как вам такая многоходовочка? Осман, если даже захочет на нас напасть, то как бы ему будет сложновато. Ибо большая часть его друзей является и моими друзьями. Тимуриды ввязались в очередную какую-то авантюру, воюют, но я их типа поддержал, на самом деле просто посижу рядышком. И попрожимаю мой любимый военный налог. Не, ну давай, я еще раз займюсь обучением административным. На сей раз наследника 399 монет, жесть. Ну давай, 2-2. 4-4-4. Отлично. Вроде бы все хорошо. Но посмотрим, доживет ли он. Третий по счету наследник. Ну, видимо, делать особо нечего. Давайте займем пермские земли. И получим колониста, которого отправим как раз-таки покорять Печору. И у нас теперь с вами претензии. Посмотрите-ка на всю вот эту территорию. На Сибирь, на Конду, на Ляпин. Хоть иди и воюй во всю радость. Да, мы даже можем пойти войной, но это другая религия, другая культура. Надо вообще царство сначала прожать, а потом уже думать о этих далеких землях-то. Ох, в Ярославле-то какое большое восстание. Доживут? 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 Дожи, отлично. Что ж, смог успеть подавить, но зато постанцев здесь больше нету. Казанская культура поддерживает нас. У-у-у, отлично. Но это прям, знаешь, самое то время, чтобы налететь на Казань. И да, я уже к этому готовлюсь, ибо это союз с Крымом и союз с Нагайцем. А на Крым нападать, как вы понимаете, сейчас невыгодно, ибо это османы поддержат. А так мы сможем красиво залететь. Ммм, красоту показать и Крым подмять, ибо это нужно. Ибо рано или поздно все равно за эти территории ловать придется. А так заберем их прямо сейчас. Казань, держим войну. Что ж, сама по себе Казань это всего-навсего 6 тысяч, то есть это мелочь, которая нам вряд ли доставит хоть каких-то проблем. Но, как вы понимаете, там еще есть Нагайца и Крым. 20 тысяч, 21 даже, ух. Ну что ж, полетели осаждать противника. Армия Казани минус, Крым тоже постепенно захватывается, он пошел там свои 11 тысяч куда-то, в надежде на что-то. Так, ну а здесь у нас, смотрите-ка, красота полнейшая. Пала Самара, и как вы понимаете, Казань уже на грани. К сожалению, Крым успел забрать территорию, но мы в ответочку успели забрать Крым. Что, сейчас его добьем, и смотрите, какая у нас здесь красота. Да, да, уже большую часть Крыма подмяли, Нагайцев тоже большую часть подмяли. Надо идти дальше, конечно же, и заводить еще их столицу. Падение Бахчисарая, давайте на Феодора и на Кефе сейчас выйдем. С Нагайцами Мируйс на выплату репарации и на 115 монет. Собственно, больше от них мне ничего и не надо. Пала, наконец-таки, Феодора, и выдвигаемся захватывать последнюю территорию. Еще бы сюда попасть, но вроде как попадаем. Замечательно. Крым полностью под нашей оккупацией. Конечно, по красоте я бы хотел у Крыма забрать вот так вот территорию. Было бы очень красиво, конечно же. Но вот здесь вот православная провинция. Ну, не могу я ее отставить, ну уж извините. Через Азов пройдемся через крымскую культуру, через торговые посты. Да, крепостей очень много еще у Крыма останется, но не страшно. В будущем повоюем из-за них. А так вот забираем. И Черное море, наконец-таки, тоже становится нашим. И да, я союз не собираюсь разрываться между ним и Казанью. Пускай он будет. Мне это только на руку. А знаете что? Я не буду сильно сейчас есть Казань. Я заберу одну территорию, деньжатку. Попрошу выпал ту репараций. И пускай он остается как бы хорошей, сильной стороной. Отказ еще от своих территорий. И пускай он в союзе будет сейчас как раз таки с Крымом. Хотя зачем я это прошу? Не. Даже просить этого не буду. Мы сейчас специально сделаем достаточно короткий мир. На 15. Ну на 5 вот. На пятерочку давай. АлатР заберем. Через это время мы опять можем с вами на Казань напасть. Опять вступиться к Крым. И еще раз подъезд к Крым. Идеально. В обход османам будем действовать. И да, меня просили показать карту религии. Посмотрите-ка на православие. Да, оно сохранилось здесь. Немножко на Балканах. Но в целом уже подъедается. Как видите, османами. Ну и понемножечку мной. Католичество. Здесь еще живо скандинавское язычество. Кстати, между прочим. В Норвегии. Да-да-да. Сунизм. Здесь мы можем немножко лицезреть миофизистство. В Абиссини. Между прочим, которое сильно индуизм есть. Ну, хотя большей частью это суниты. Но не важно. Все равно верят в индуизм. Здесь Ваджраяна. Тенгрианство. Большую территорию очень занимает. Бряты, Чагата, Юаньская Монголия, как видите. Китай. Разрозненный. Но здесь, как вы понимаете, конфуцианство вовсю. Сильная и почти собранная, я так понимаю, Япония. Но здесь, как вы понимаете, тоже синтаизм у нее наблюдается. Ну и карта культур. Бамс. Это культура наша, скажем так. Также я принял под себя коми. Вот так вот вам можно посмотреть, что, где, какие культуры вообще расположены. Но в целом все очень стандартно. Мало кто меняет здесь культуры. И Ишка тоже в этом не особо торопится. И в основном много культур, как вы понимаете, на Кавказе. Много разных. Тут у нас и греческо-турецкая у Османа. Болгаров они еще подмяли. Но у меня это русская, новгородская, карельско-финская. Вот это все подо мной. И литвинская частично. Но в целом все вот эти вот в мою группу входят. Здесь, конечно, красненькие. Ну и немножко коми я к себе подмял. Стал хороший. Да и когда мы примем с вами новый уровень. То есть возьмем русское царство. То некоторые культуры тоже к нам войдут. Сергейся все-таки кинуло. И союз разорвало. А вот так вот, здрасте-то называется. Хороший союзничек был. Но нет, все-таки под конец расстроился на нас. И такой, эх, извини, но мы не друзья. Но зато мы млеким. Я думаю, в скором времени мы с вами подружимся. И, к сожалению, нами время направить регенский совет 0-2-1. Пока наш наследник не подрастет. До 10-го года нам придется так посидеть. Ну что ж, не страшно. Хотя бы лишь один годик. Надеемся, что правитель выживет. Дели объявляет нас своим соперником. Дели, а ты не офигел ли? Или он уже топ-1? Да, он топ-1 обратно. Ну так да, логично. Хорошо. Допустим, я буду знать об этом. И, если что, прислушиваться. Хорошо. По армиям, кстати. Смотрите, мы очень неплохо идем. Османы, да, на первом. 85 тысяч. Лимит огромный. Но ничего, мы скоро тоже его подожмем. Нам надо несколько реформ. Присоединить парочку стран. И тогда будет проще. У нас просто будет банально выше доход и лимит. Ну и османов придется делать мясом, как вы понимаете. Как иначе-то. И да, я могу военный союз с мумлюками сделать. Мумляки. Держите военный союз. Ха. Ну что ж. Теперь я думаю, османам явно будет посложнее. Ибо наш совместный союз их одолеет. Думаю уж точно. Так еще у них и Дейли в союзе. Ну все, мумлюки тут явно будут живехенькие. Национальное сознание. И мы скоро его примем. А, у нас новый институт получается. Да, да. Национальное сознание идет. Окей, мы скоро его примем. И у нас, кстати, со временем Артодан сейчас будет готов. Дорого, конечно. Но мы можем и в Туропинсксе. Национальное сознание. Вау. Посмотрите-ка, он появился у нашего вассала. У Туропинкса. Идеально. 4-4-4. Наконец-таки. Юрий второй. Рюрикович. Вот это я понимаю, правитель. Сразу же решение. Наземский собор у нас есть. Минус стапка. Но зато получим стоимость стабильности в отношении стоимость дип-технологии. Не, конечно, дело хорошее. Но давайте подкопим все-таки. Возьмем союз вольных князей. Наконец-таки. Чтобы потом поражать русское уже царство. Наконец-таки. Вместе навсегда в Польше. Литву теперь не подъезд, друзья мои. Литва теперь под Васселитетом Польши. Хм. А Польша это что? А, ну это не сильно противник. Молдавия. Ведь в Тонскерден, притом, готов поддержать. Ну что ж, ладно. Литва не так грозная, как я думал. Зато мы с вами можем спокойно сейчас... Ха. Да, подъезд в Финляндию. Что тоже неплохо. Полностью уничтожили армию финнов. И теперь просто надо захватить. Кроме того, можем вывезти наши шесть кораблей. Да, у меня тут есть флот. Не поверите. Ух. Даже будем с помощью него воевать. Ну а Литву мы не зря все-таки подъехали. Да, не до конца, конечно. Но Польша не получила огромнейшую территорию, которую я могла бы иметь под своим контролем. Адаптация к холоду. Перестань действовать спрос на коней. Отличненько. И эпоха открытия у нас с вами начинается. Ух, у нас ранее империя есть. И у нас с вами торговое разнообразие со временем будет. Ну а так больше ничего особого нет. Полностью забираем Финляндию под свой контроль. Что ж, все финские земли наши. И мы с вами можем организовать московскую компанию, которая, конечно, минус 5% налогов даст и минус стабильнее сейчас. Но эффективность торговли плюс 10, глобальное торговое влияние плюс 10, перенаправление торговли, так еще и торговое влияние внутри страны. Ну давай, я не против. А деньги сейчас нужны, так как еще немножко подкопив, мы с вами сможем взять институт. Готовность судебника, деньги, либо же базовый налог. Нет, давай деньги в данном случае. Такими темпами мы еще ближе становимся к принятию института. А, как уже ближе? Уже принимаем. Давай. Отлично. Число владений плюс 1, но самое важное, конечно же, что мы с вами уже придвинулись к следующему. И это, как вы видите, национальное сознание. Ну и принимаемся из вольных князей. Да и орудийный порядок заодно. Почему бы и нет? Новые виды. Получим с вами войск. Бомбардельный кулеврино заменяется. Ну и, конечно же, самое важное, это сформировать русское царство. Погнали, друзья мои. Русское царство и у нас новые традиции амбиции. Ну давай возьмем. Царский. Ох, ох, ох. Число рекордов плюс 33. Станин снициализацией минус 10. Так еще есть влияние на агрессивное решение минус 20. Потом у нас сибирский рубеж. Во, кстати, не зря взял, что мы сможем основывать сибирские рубежи здесь. Это очень важно. Ну, дальше российский артиллерийский двор, смотрите-ка, на артиллерию. Потом лимит армии плюс 50 пожизненной службы. Отмена местничества минус 10 коррупции. 0,1 точнее. Табель о рангах неплохо тоже. Стоимость советников неизвестных. Кадетский корпус, боевой дух армии и урон огневой мощи. И под конец изменение легитимности. Ну и что ж, да здравствует русское царство. А дальше можем создать русскую нацию. А, ну всего-навсего надо принять мануфактуру и админ-технологии больше 14. И в целом-то все. И опять новые традиции и амбиции. Посмотрите на эту державу нового прекрасного цвета. И мы с вами, кстати, можем учредить патриаршество. Авторитет патриарха плюс, престиж плюс и стоимость снижения военной усталости минус 20. Отлично. А дальше реформа Никона. Но это надо дождаться годов. И только тогда мы сможем с вами, как вы понимаете, получить эффективность миссионеров. И принимая новую веточку идей, это будет оборона. Мне нужно здесь держать армию. Боевой дух также неплох. Кроме того, урон от настика по низям и от огневой мощи. Ну а также расчет на оборону. Вот это вот самое важное. Защита крепости плюс 30. Содержание крепостей минус 15. Ибо территория будет большая, крепостей будет немало. Особенно, когда будем воевать с османами, это пригодится. Ну и, конечно же, гарнизон больше. А под конец еще истощение вражеской армии, что тоже не помешает. Да и мы быстрее всего закроем с вами сибирский рубеж. Ибо по технологиям остальным мы отстаем, а по военке мы опережаем время. Так что все нормально. Ну а на этом все. Серия подходит к концу. Надеюсь, она вам была интересна. И вы поддержите ее своим лайком и комментарием. Наконец-таки мы с вами добились создания русского царства. А теперь вперед идем к созданию русской нации. К расширению нашей территории. А потом и к славе, которая уже в скором времени должна появиться. Ну и всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых роликах.